МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместо обеда кислотный дождь. Ну, я сначала не знал, я просто спокойно ел, потом мне что-то на голову почувствовал. В Нижнекамской школе ученик получил химические ожоги. Подробно об инциденте Альбина Минибева. Готовы ли вы сами сортировать мусор? Ну, не то что затруднительно, немножко лень. Как изменятся контейнеры во дворах татарстанцев, узнал Слават Махмадулин. В Татарстане новый министр образования Энгель Фатахов покинул пост, который занимал последние пять лет. Коллективу представили нового руководителя. Исполняющим обязанности министра указом президента республики назначен Рафис Бурганов. Как его приняли новые коллеги и куда теперь провожают Фатахов, расскажет Лина Зинатулина. Алексей Песошин сегодня в министерстве появился в окружении двух министров. Бывшего и новоиспеченного. Коллективу он представил нового руководителя. Бурганов Рафис Бурганов назначен министром образования и науки республики Татарстан. Указы подписаны. Все мысленные и немысленные испытания Рафис Бурганов прошел. Послужной список внушительный от главы Вахитовского района, а потом и исполкома Казани, до замминистра экономики и министра спорта Татарстана. Последние три года Рафис Бурганов возглавлял комитет экономики госсовета. Сегодня он был немногословен. Ему сейчас предстоит принять дела одного из ключевых министерств республики. Я хочу поблагодарить Энгель Навабча за ту работу, которая проделана. Ну и пожелать новых успехов на новом месте работы. Спасибо. Энгель Фатахов занимал этот пост последние пять лет. В Минобор он пришел из Актанышского района, где трудился с 93-го года. Крепкий хозяйственник, принципиальный руководитель и искренний человек. Так его характеризуют коллеги. Я прошел мощную, хорошую школу. Хотя я здесь работал в течение 5 лет, все равно я уже не отъявился от своего родного района. Моё желание туда-обратно вернуться, я поеду в Актанышский район. Вы прошли школу Рустама Нургалеевича, а мы школу Энгеля Навабовича. От подчиненных трогательные слова и памятный подарок. Мы знаем ваше хобби. Коллеги, это о рыбалке. Хочется сегодня перед вами преклониться и пожелать вам успехов. Я думаю, что это почему еще порыбачим, потому что мы не съездим на рыбалку. Сегодня мы государственные служащие, мы принимаем решение правительства. И, конечно, Петербурганов, добро пожаловать в команду, мы вас не подведем. Пока Рафиз Бурганов лишь исполняет обязанности главы министерства. Как сказано в указе президента, его кандидатуру еще должен согласовать в госсовет. Постоянным министром образования и науки Бурганов станет, если наберет большинство голосов депутатов. Лена Зинатольевна, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Уход Энгеля Фаттахова с поста министра образования связан не столько с языковой проблематикой, хотя вопросы по этой части тоже были. А с общим подходом. Об этом заявил сегодня полномочный представитель президента России Михаил Бабич на встрече с журналистами. Полупред отметил, что необходимость привести в регионах преподавание языков в соответствии с федеральным законодательством назревало последние два года. Но сейчас ситуация стабилизировалась в общественном понимании. И сегодня же Михаил Бабич опроверг слухи по слиянию Татарстана с Башкортостаном. Он назвал информацию об укропнении регионов фантазиями телеграм-канала. Бабич подчеркнул, если происходят процессы укропнения, то обычно объединяют слабого с сильным. Говоря о двух крупных мощных регионах, в этом никакого смысла нет. Полумесячная норма осадков выпала в Казани за минувшие выходные. По всему Татарстану дорожные службы переведены на особый режим. Спецтехника работает круглосуточно. Погода аномальная для начала зимы на 7 градусов выше нормы. И морозы в ближайшую неделю не ожидаются. О климатических сюрпризах Анны Городного. 22 года Николай Кокутин чистит Казанские улицы. Это не припомнит, чтобы весь ноябрь снега не было, а за два дня зимы намело так, как за целый месяц. Он мокрый, ему тяжело убирать, ему все затоптан. Дворниками после выходных стали и автомобилисты. Откапывают свои машины из сугробов. В субботу еще был даже на лете или зиме, так скажу. Чистить неохота, но приятно. 23 миллиметра осадков несли свои коррективы в работу дорожных служб республики. На федеральной трассе вышли 342 единицы спецтехники. На затяжных подъемах организовано круглосуточное дежурство дорожных машин. На снегоплавильный пункт из городских дорог вывезено 3500 тонн снега. В целом на сегодня основные магистральные дороги находятся в удовлетворительном состоянии. Гололеда не допущено. За выходные замело и улицы набережных Челнов. Для борьбы с гололедом в городе закупили 500 тонн технической соли и 1000 тонн речного песка. Дороги не чище, но с утра. Гололед чувствуется, гололед. Нелетной стала погода из Москвы в Казань и набережные Челны. Из-за плохих метеоусловий задержаны десятки рейсов. Мы находимся вот в этом огромном циклоне. Погода действительно аномальная для декабря, говорят синоптики. Вместо средней температуры в минус 7 градусов за окном ноль. С Атлантики идут к нам циклоны. Они всегда теплые. С океана более теплый воздух приходит. Вот он приносит нам не только снег, но и дождь. В ближайшие дни осадки не прекратятся. Ожидаются метель, ледяной дождь, гололед, туман и ветер до 20 метров в секунду. Ожидать, что настоящая зима наступит моментально, не стоит, говорят метеорологи. Холодать будет постепенно. Средняя температура в декабре составит 9 градусов. Будут обильные осадки. Так что новогодние праздники точно не будут бесснежными. Анна Городнова, Ренат Сафин, Эльшат Аюпов, Данил Филатов. ТНВ. Казань. Набережные Челны. И сегодня Минэнерго страны предупредила о возможных перебоях в электроснабжении на территорию Республики. Аварийные службы приведены в режим повышенной готовности. Пора делить. В следующем году в Республике контейнеры для отходов планируется разделить на две категории. Утилизационные и для вывоза на свалки. Существующие полигоны сбора мусора не справляются. Как решается мусорная проблема, разбирался Салават Мухаммадолин. Зеленый, зеленый и зеленый одинаковый цвет для всех типов мусора. Эдакая общая куча. При этом уже в следующем году, если бизнес и власть договорятся, то эти контейнеры перекрасятся в желтый для утилизации отходов и серый для их сброса. В этом случае сортировка мусора начнется уже в квартирах. Дома придется иметь как минимум три пакета. Ну надо, наверное, привыкать потихоньку, жить по-человечески. Поэтому стоит попробовать. Молодежь, наверное, все-таки не будет, потому что им не то, что затруднительно, немножко лень. Попробовали и получилось со сбором пластика. Только в этом году с помощью сетчатых контейнеров со столицы вывезено 140 тонн пластика. А это, между прочим, 40 железнодорожных вагонов. Внедрение сбора остальных видов отходов осложняется, к сожалению, тем, что в России в целом очень мало перерабатывающих предприятий, которые перерабатывают утилизация. В помощь павильона по сбору вторсырья. Так мусор можно превратить в деньги. Селективный сбор реализуется и в торговых центрах, и госучреждениях. Меньше чем за два года в третье дворо в Казани на сегодняшний день организован сбор вторсырья. В решении мусорной проблемы ход за предпринимателями. Сейчас идут работы над привлечением инвестиций в селекционный сбор отходов. Салават Мухмадолин, Амир Залишев, ТНВ, Казань. Засыпали реагентами прямо в столовой в Нижнекамской школе. 14-летний мальчик получил химические ожоги. В больнице его доставили лишь на следующий день. Что за вещество вызвало такие травмы, до сих пор выясняется. Подробная ситуация. Альбина Минибаева. Химические ожоги шеи, рук и живота. У Руслана они по всему телу. Травму ученик 7-й школы Нижнекамской получил в школьной столовой. Мальчик поступил за химический ожог в всей части головы, шеи и передней пушной стенки. А химический ожог неизвестно. Реагент попал на кожу мальчика даже не на уроке химии. Он обедал в столовой, по его словам, кто-то подбежал сзади и насыпал вещество ему на голову. Руслан попытался его смыть, тогда химия и вступила в реакцию с водой. Я сначала не знал, я просто спокойно ел. Потом мне что-то на голову почувствовало странное. Я сначала не обернулся, а потом решил обернуться и решил промыть водой то, что наверху было. Шесть человек подозреваемых, то, что они смотрели по карме в коридоре. Ну, пока так и ясного ответа нету. То, что пока никто не сознается. А в столовой камеры нету. Сейчас мама школьника обратилась в правоохранительные органы. В самом учебном заведении утверждает, что Руслан получил ожоги в четверг, а на следующий день пришел, как ни в чем не бывало. Бабушка, с которой живет мальчик, тоже не обратилась к медикам. Это сделали педагоги. Отправили ребенка в больницу. Организовали первую помощь. В срочном порядке были опрошены педагоги и ученики прокуратуры республики. Начала проверку. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц по соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья обучающихся. Ход и результаты проверки находятся на контроле аппарата республиканской прокуратуры. После ее завершения будет принято процессуальное решение. Альбина Минебаева, Эльвира Софиулина, Максим Липин, ТНВ, Нижнекамск. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выработать жесткие графики работы и следить за качеством ремонта объектов культурного наследия. Такие указания дал Рустам Миниханов во время обхода исторических объектов, где идут реставрационные работы. Он осмотрел усадьбу Сандецкого, галерею современного искусства Госмузея ИЗО. Президент Татарстана во время осмотра решил, что музей примет на баланс здание бывшего городского магистрата на улице Баумана. Там разместится выставочный центр русского музея. О расширении туристических возможностей между Ираном и Татарстаном говорили сегодня Рустам Миниханов с директором иранской туркомпании. В следующем году республику и Иран свяжут прямое авиасообщение. Ожидается, что поток туристов из Исламской республики вырастет до 100 тысяч человек в год. В Казани выдвинули мировую инициативу провозгласить очередное десятилетие десятилетиям международного права. Сегодня в КФО открылась конференция «Казанская модель ООН». Студенты вместе с опытными политиками будут обсуждать мировые дела и учиться быть дипломатами. Собираетесь стать дипломатом? Да. Казанский студент Аяс Ислама в будущем собирается решать глобальные вопросы. В современное время, наверное, необходимо уметь расчленять информацию, понимать, что откуда уметь проводиться новыми технологиями. Какими должны быть дипломаты и чего от них ждут, обсуждали на конференции в Казани. На Востоке говорят, что каждое слово имеет 77 граней. Стало быть, дипломатии не менее 77. Как говорят, для успеха на дипломатическом поприще нужно освоить принцип трех П. Быть профессионалом, патриотом и прагматиком. И тот ним, по мнению специалистов, как раз был Виталий Чуркин. Виталия Чуркина, пожалуй, можно назвать одним из самых известных и авторитетных дипломатов нашего времени. На рубеже веков он ставил позицию нашей страны по самым судьбоносным вопросам. Это и выступления в Конгрессе США, Чернобыльской аварии, и неоднократные полемики о совбезе ООН о ситуации в Сирии. В честь Виталия Чуркина во многих городах мира названы улицы и поставлены памятники. А на одном из них так и написали «Спасибо за русское нет». Друг Виталия Чуркина, Василий Лихачев, на конференции выступил с предложением. Эта идея прозвучит отсюда из Казани о прозглашении очередного десятилетия международного права. Международное сообщество должно быть сообществом, которым уважаются права и интересы конкретного человека, конкретной нации. Говорить о глобальных делах и учиться это делать в Казани будут еще три дня. Дмитрий Аринин, Андрес Натальцев, ТНВ, Казань. И по мнению дипломатов, в следующем году все смогут стать участниками одного из главных политических событий. В марте пройдут выборы президента России. Их уже назвали важным событием для всей мировой геополитики. Это, конечно, один из основных трендов, одно из главных политических событий мировой повестки. Потому что от того, кто будет главой российского государства, зависит, ну действительно, очень многое. Зависит исторический выбор, зависит активное, эффективное движение страны в мире цивилизации. Снова победители. Сборная Татарстана вернулась с Абилимпикса. Национальный чемпионат по профмастерству для людей с инвалидностью прошел в Москве. У наших и золото, и серебро. В каких компетенциях наши ребята показали безграничные возможности? Об этом Лейсан Сабирова. Поздравляем! Победители Абилимпикса встречают бурными аплодисментами. Сборная Татарстана и в этом году вновь вернулась с триумфом. Первое место в компетенции фотография, но победитель Айрат Сафин перед камерой выступать не захотел. За него слово держит его тренер. Очень была тяжелая работа, очень было много конкурентов. 13 человек, сильнейшие фотографы нашей страны, и наш Айрат был самым сильным. Вильдан Мефтахов серебряный призер в компетенции кирпичная кладка. Молодой человек не говорит и плохо слышит, но в своем деле настоящий мастер. В следующем году планирует принять участие в WorldSkills. Выполнить достойно, с большим качеством, и занять второе место. Ну рады! Рады, конечно! Рады, 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 рады! В татарстанской делегации 7 участников, 7 экспертов и 10 волонтеров из Казанского торгово-экономического техникума, где находится региональный центр развития движения Абилимпикс. Атмосфера была очень дружелюбная, атмосфера очень заряжала нас позитивом, сподвигала помогать всем. Соревнования проходили в Москве. Три дня ребята боролись за звание лучших. У Татарстана еще два вторых места за ландшафтный дизайн и малярное дело. В этом году у нас прекрасные результаты. Из семи компетенций, семи участников четверо у нас получили призовые места. Сейчас участников ждет кратковременный отдых, после чего они вновь приступят к тренировкам. Листан Сабирова, Альбина Солгараева, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Не ограничивать права людей с ограниченными возможностями. День бесплатной юридической помощи прошел сегодня в Казани. На вопросы отвечали представители Минздрава, Минюста и Фонда соцстраха. Самые актуальные вопросы это льготы, социальные проблемы и вопросы здравоохранения. Каждым годом, так скажем, у нас количество обращавшихся увеличивается. Почему? Потому что, опять-таки, я обращу внимание на то, что мы сами сюда приезжаем и оказываем эту помощь. То есть, они уже знают, что вот именно 4 декабря Международный день инвалидов, так скажем, оказывают юридическую помощь бесплатно. Грандиозным шоу завершился второй сезон музыкального фестиваля «Узгарясь жиле». Новые имена, новые песни, новые страны-участницы. Фестиваль, который расширяет границы народной музыки, должен стать первопроходцем и в национальном шоу-бизнесе. Ветер перемен удивлял новые сцены европейским блеском в номерах. Как о пипа звучало по-итальянски, услышал Рамиль Шайдулин. Сцену оперного не перевезли в Нью-Йорк. Нет, это западный антураж в Татарстане. Три часа экспериментов с джазом, рокобили и татарской народной, которая по задумке должна и сегодня оставаться актуальной. Мы должны сделать так, чтобы не только в Татарстане, а вот наша татарская песня, татарская музыка, она звучала везде. Как бы ты спела эту песню у себя на родине в Италии? Итальянская дива Люси Кампетти, единственная, кто о фестивале узнал, находясь в Европе, из соцсетей. Захотела спеть на непривычном ей языке, связалась с организаторами. Мне было очень интересно выйти на сцену с татарской песней, потому что я не знаю татарского языка. Он очень сложный, наверное, один из самых сложных, что я учила за всю свою карьеру. За раз на сцене десятки инструментов. От хорошо читаемых, например, духовых до еле слышимые перкуссии. Перед организаторами стояла непростая задача подключить их все для полноты звука, чтобы все эксперименты удались. Сложно было, чтобы не перегрузить звукоусиление. Фестиваль закрыл касту, когда уже не оставалось свободных мест. Еще две недели назад все билеты были распроданы. Поставлено очень красиво, молодцы. И я доволен, что пришел. Впервые такие эксперименты зрители увидели в прошлом году. Узгарь Жиле стартовал по инициативе Рустама Миниханова. Он и проходил при его поддержке. И личной оценке. В этот раз он отметил колоссальный труд всего коллектива. Куда ветер подует дальше, детали третьего сезона пока не раскрываются. Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Рустам Миниханов поздравил сегодня волейбольный клуб «Зенит Казань» с победой в Кубке России. И трофей для казанцев стал четвертым подряд. В драматичном финале «Зенитовцы» дважды проигрывали сопернику, но смогли спасти игру и поднять заветный кубок над головой. Символично, что выигрыш практически совпал с днем рождения главного тренера клуба Владимира Олегна. Впереди вас ждет прогноз погоды, а сразу после ждем хорошие игры Акбарса. Они встречаются с Минским «Динамо». Доброго вам вечера. Доброго вам вечера. Курочка охлажденная. Всего 76 рублей. Светофор. Покупай скорее. Приходи в аквапарк «Ривьера» и получи шанс стать обладателем крутого смартфона. В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. Снежный циклон буквально за сутки принес в Татарстан недельную норму осадков. Подробнее после полезной информации. Спонсор показывает изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Быстро и качественно изготовит кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни. Доставка и установка бесплатно. Только в декабре назовите пароль «ДМ мебель» и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. Данил Мастер. Настало время низких цен. Город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2, 167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода», на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Ознакаево будет облачно, пройдет снег местами сильный. Температура воздуха около 3 градусов ниже нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге пасмурно, пройдет снег и около нуля. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске будет также пасмурно и снежно. Температура воздуха 0 градусов. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Бултасе выпадет мокрый снег. Температуры плюсовые около 1 градуса выше нуля. На юго-западе, в Болгарии, Буинске и Држаном будет пасмурно. Синоптики обещают снег с дождем и плюс 1. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши облачная погода со снегом и около нуля. В последующие дни характер погоды не изменится. На дорогах гололедится, будьте предельно внимательны. Спонсор прогноза погоды ООО Акбарс недвижимость. В ООО Акбарс недвижимость квартиры в популярных жилых комплексах Казани с выгодой до полумиллиона рублей. Подробная информация по телефону 295-77-77 или на сайте akbarsdefisdom.ru В Акбарс недвижимость дни большой выгоды. Двухкомнатная квартира 47 квадратных метров, ЖК Светлая долина. Дешевле на 450 тысяч рублей. Спешите! Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки Кукмара станет желанным подарком в любом доме. Вместе с Кукмарой вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с Кукмарой. Кукмарский завод металлопосуды и один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой Кукмара. В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуды с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, формы для хлеба. В Казани ожидается пасмурная погода. Пройдет снег с дождем. Температура воздуха 0,2. Ветер южный, порывистый, до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Влажность воздуха 94%. Ожидается магнитное буря. Берегите себя. В конце выпуска еще одна полезная информация. Санаторий Бакирова – одна из ведущих здравниц Татарстана, известная далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляет здоровье более 17 тысяч человек. Целебные грязи и чудо-действенный климат. Забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить здоровье. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок от Арстальской Швейцарии. Она слохнет. И тайные суда. Шведский столб. Комфортные переходы. Морцеста и грязи делают чудеса. Бакирово. Наш санаторий.